Чёрная пятница продолжается. Цены ниже заводских в сети ювелирных салонов Аметист. Не веришь? Проверь. Здравствуйте и с наступающим вас Новым Годом! Петуха! Ну что сказать, ну что сказать? Устроенные так люди желают знать, желают знать. Желают знать, что будет. Или уже не желают? Придерживаетесь ли вы советов гороскопов? Стоит ли им верить? Нет, даже не читаю. Смотря каким, профессиональный астролог может составить гороскоп, но это не математика, там много погрешностей. То, что мы слушаем по радио, это не гороскопы, а анекдоты. Мне составляли гороскоп на год. Забылось 90%. Когда хочу себе настроение поднять с утра, то включаю гороскоп. Поржать люблю. В этом году мой гороскоп сбылся на 100%. Сама в шоке. Прочла его после Нового Года в обычной газете. Вышло всё один в один. Все гороскопы пишутся такими же, как и мы, людьми. Не знают, кого они информацию берут, но часто гороскопы даже между собой не состыковываются. А может быть люди на улицах Клина думают по-другому? Ну, там всё-таки кислорода побольше. Читаем гороскопы, конечно. В журналах, в газете, в серпушке. Я Овин. А Овин, вы знаете, знак огненный. Я люблю всё острое. И такое, что у меня иногда сбывается. А иногда и нет. Ну, это гороскоп. А трава жизни. Не надо верить в такие вещи. Ну, зачем? К гороскопам я отношусь скептически. Ну, читать читаю. Ни в Бога, ни в чёрта не верит матрос. Вы знаете, мы вообще думали, что мы не найдём никакого астролога, но оказалось, что нашли. Поэтому сейчас вы смотрите эту запись и, соответственно, увидите прогнозы настоящего астролога. Сатурн на протяжении всего года находится в знаке Юпитера, в знаке Стрельца. А Юпитер, в свою очередь, находится в знаке достоинства Сатурна, в знаке Весов. Таким образом, между ними полное взаимопонимание, любовь, уважение. И это переносится на всех людей. То есть в следующем году у нас счастливые браки, счастливое сотрудничество, счастливое партнёрство, в том числе бизнес. Желание надо загадывать так. Надо на Новый год поставить на стол обязательно букет цветов. И обязательно должен присутствовать красный цветок. Тот самый оленький цветочек. И когда будут бить куранты, отрываем лепесточек, загадываем на него желание и выдуваем форточку. И будьте уверены, оно обязательно исполнится. Все загадывают желание на Новый год. Да-да, не обманывайте меня, все. И относятся к этому нормально. А почему-то к другим видам исполнения желаний относятся весьма скептически. Как привлечь удачу на Новый год? У кого какие варианты, обряды, поверья, проверенные схемы. А я загадала желание с бумажкой. И через две недели встретила своего мужа. Не знаю, совпадение или нет, но почему-то верится. С бубном поскачете вокруг елью. Вы в это реально верите? Так бы все вокруг ёлки с бубном походили, бумажку сожгли, выпили и вуаля, весь год счастливый. Ой, да какие поверья, больше общее понятие. Долги отдать, чтобы в Новый год без долгов, устроить генеральную уборку дома, самим намыться, нарядиться, стол хороший организовать. Надо курицу сделать, салат, петуха или курочку, что-то такое, поставить на стол. Удачу привлекать не буду, она всегда со мной. Ну, говорят, что встретить надо в красном, в чём-то и в золотом. Но самое главное, мне кажется, это настрой на будущий год, чтобы всё удавалось, нужен и настрой, и работоспособность. Чтобы была работоспособность, надо хорошо отдохнуть. Вот мы, например, своей семьёй совершаем некоторые весьма странные обряды. Пусть они вам покажут немножко ненормальные, зато это весело и прикольно. Вот в том году, например, пока бьют куранты, нам нужно было выбежать на лестничную площадку, что-то там такое безумное прикричать, успеть вернуться назад, написать это желание, сжечь его, кинуть в бокал шампанское и потом выпить. Вы не поверите, у нас было четверо человек, мы всё успели. Есть такие конфетки вдохновения. И вот когда мы её подносим ко рту, то мы прям думаем, что сейчас прилетит какая-то такая муза, и нахлынет вдохновение, и вот хочется скушать эту конфетку, да? Если мы с вами лопаем Рафаэлку, то какая-то, знаете, такая лёгкость, нежность, и сразу вот эта балерина, да, вспоминается, которая «ха-ха-ха» там. Но в детские наборы новогодних конфет вам Рафаэлку никто не положит. Боюсь пробовать конфеты из новогоднего набора. Шмелек вкусный. Не пробовала, чумелый шмелек, но ёшкина коровка очень вкусная. Хм, смотря что им закусывать. Есть выражение «ёшкин кот». Кстати, главный герой кинофильма «Любовь и голуби» часто его применял. А кондитеры кота поменяли на коровку. Ёшкиному коту даже есть памятник. Интересное название, оно всегда, это интрига для покупателей, хочется купить. Поэтому естественное название такое, там, ёшкина коровка, или, скажем, очумелый шмелек. Вот, хочется посмотреть, хочется заглянуть, хочется попробовать. Вообще конфеты это очень относительно давно на рынке, уже не первый год. Конфету производят объединённые кондитеры, так что покупателям можно смело её покупать, пробовать. Конфета очень вкусная. Уважаемые телезрители, на этом мы с вами прощаемся и больше не увидимся. В этом году! Ха-ха-ха! Ну, всё, с наступающим Новым годом вас! Ти-ди-иш! Вот, сейчас должны конфетти были посыпаться. Да-да, пока! Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода. Продолжение следует...